МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Ситуации, когда не ходят ноги, не видят глаза и не слышат уши, бывают, к счастью, довольно редко. А вот ситуация, когда не дышит нос, это было у всех, и это бывает часто. Сегодня мы поговорим об одной из самых распространенных причин недышащего носа. Мы поговорим об аденоидах. Ну а кроме этого вы узнаете. Вопрос, дайте нам что-нибудь успокоительное, или мы плохо спим, дайте что-нибудь снотворное. Ну вот я не могу представить, чтобы за день приема педиатра он не прозвучал раз в 5-6. Вот каждая женщина, по большому счету, мечтает о том, чтобы ее ребенок был поспокойнее и что он лучше спал, если честно. И она, конечно, уверена в том, что помочь ей обязательно должен доктор. Гуманное общество города нашего Джексон-Вилля имеет приют. И деткам разрешают туда приходить и читать книжечки для собак и для кошечек. И это развивает, допустим, и самих животных, чтобы они не боялись людей, и развивает деток. Итак, друзья, вечная тема заложенного несчастного детского носа. Мы, конечно, с вами много раз уже говорили о всяких разных страшных аденоидах, но вопросы по этому поводу не кончаются. Более того, по моей регулярной практике общения с детьми, общее впечатление, что количество детей с аденоидами стремительно растет. Вообще такое впечатление, что аденоиды чуть ли не у каждого второго. И, в общем-то, я прекрасно понимаю, что это так. Ибо главный способ лечения и профилактики аденоидов, свежий воздух и физические нагрузки, всего этого нашим детям категорически не хватает. И чем дольше наши дети будут сидеть, уткнувшись в гаджеты, тем тяжелее им будет дышать носом. Это мы все должны четко понимать. Тем не менее, итак, аденоиды, что с ними делать? Давайте об этом поговорим. Евгений Олегович, значит, ну, дочери постоянно сопли, насморк. Порекомендовали удалить аденоиды и сказали, подумайте, может быть, удалить и гланды. Ну, пожалели ребенка, не стали мучать, но поняли, что после удаления аденоидов легче не стало. Может быть, надо было и гланды тоже удалить? Вы знаете, жизнь вообще тяжелая штука. Обычно, когда говорят, удаляйте все подряд, то от хорошей жизни такое не говорят. Давайте еще раз поймем, в чем разница между аденоидами и тем, что вы называете гланды. Открыли дружно рот, себе или своим детям. Подошли к зеркалу, заглянули, что мы там видим. Видим гланды, две миндалины, большие миндалины. Вот их на самом деле не две, их намного больше, но есть еще одна миндалина. Она находится посредине и выше, над вот этими двумя. Вот это и есть, так называемая, глоточная миндалина. Или, когда она воспаляется, то это называется словом аденоидит. Вот это, собственно говоря, и есть аденоиды. То есть, фактически, это такая же миндалина, как те две, что вы видите, только она находится там, вот где воздух выходит из носа в глубине. Понятно? Поэтому, если она увеличена в размерах или произошел ее отек, воспаление, то она перекрывает носовое дыхание. Как правило, не бывает никогда. Вот еще раз говорю, никогда не бывает такого, что аденоидная миндалина большая, а эти две маленькие. Как правило, этот процесс затрагивает все миндалины. И, как правило, причина всегда одна. Или это инфекция, или что? Аллергия. То есть, причина, воспалительный процесс может быть инфекционный, и может быть аллергический. Если он инфекционный, то он может быть какой? Вирусный и бактериальный. И, собственно говоря, что нам надо? Мы должны четко понимать. Если он бактериальный, мы помочь можем? Можем. Если он аллергический, мы помочь можем? Можем. Если он вирусный, мы помочь можем? нет. Мы можем подождать, пока оно пройдет само. Вот, собственно говоря, все, что мы с вами можем. Таким образом, если мы точно знаем, что нос не дышит в строго определенное время или в строго определенном месте, то есть вот нос не дышит у нас никогда, вот уже два года подряд, в августе-сентябре, то мы склонны предположить, что это аллергия на амброзию, возникает отек, а потом приходит октябрь, начинается дождь, и все замечательно. Или мы дышим носом прекрасно, пока мы не пошли в гости к бабушке, где живет кот. И там мы уже не дышим носом. То есть тогда мы четко сами что? Можем помочь. Мы идем к бабушке в гости, мы перед этим съели волшебную таблетку. Приближается месяц август, а городские службы еще с амброзией не разобрались. Мы уже готовимся. Мы за две-три недели начинаем пшикать в нос специальные лекарства и глотать специальные таблетки. Чувствуем себя хорошо. Если возник бактериальный, то есть гнойный воспалительный процесс, что мы можем сделать? Можем прибежать к врачу, и он назначит нам что? Антибиотик. Если процесс вирусный, то есть мы подцепили насморк, нам тяжело дышать, ой, горло красное, миндалины рыхлые, понятно, что если и температура, и красное горло, и нос не дышит, то что? Острый вирусный аденоидит. Надо с ним что-то делать? Пережить. Сам пройдет. То есть вроде как все. Таким образом, фактически мы с вами можем довольно много, но время тоже играет огромную роль. Правда? Но мы все хотим именно волшебную таблетку. Дайте срочно, чтобы все прошло. Поэтому на самом деле во многих странах мира отношение к аденоидам, ну такое, знаете, спокойное, вот без надрыва. По крайней мере, попыток лечить аденоиды и аденоидит кучей таблеток, препаратами, стимулирующими иммунитет, чем-то там противовоспалительным, постоянно пшикать, промывать, ходить клором, делать туда уколы. Вот это совершенно не принято. Ну как-то люди так спокойно к этому относятся. Ах, ну надо удалять. Ну удаляем. Ну удаляем. Ну что делать? Ну когда удаляем, единственное, что мы четко должны понимать. Мы должны учитывать возраст ребенка. Учитывать возраст. Мы должны знать, что аденоиды, миндалия, такая штука, которые, как правило, растут быстро, до 5-6 лет. Потом их рост прекращается. И примерно к подростковому возрасту это все уменьшается. То есть проходит само. Если мы удалим аденоиды в 3 года, шансов, что они вырастут к 6 годам, новые, куча, значит придется удалить еще раз. Это понятно. Молодцы. Вопросы. Хотелось бы задать такой вопрос. Если все-таки удалять аденоиды, то в каком возрасте? Есть ли какие-то ограничения? Кроме того, что риск есть, что вырастут повторно. После какого возраста они уже повторно не вырастут? Ребят, вот я хочу, чтобы вы четко понимали. Возраст на самом деле не может служить никаким показанием к удалению аденоидов. Вы должны понимать, что есть определенные симптомы, говорящие о том, что аденоиды надо удалять. Опять-таки, почему мы не хотим их удалять? Вот почему всем подряд не удаляют аденоиды? Ну, потому что, в большом счете, они нужны. Это органы иммунитета. Это железа, которая вырабатывает особые секреторные иммуноглобулины, которые борются с инфекцией, не пускают ее вниз. Понятно? То есть, как правило, редко бывает, что вот тут плохо, и вот тут плохо. Понимаете? Миндалины, аденоиды, они как раз и существуют для того, чтобы не пускать инфекцию в нижние дыхательные пути, чтобы локализовать ее в верхних дыхательных путях. Естественно, удаливое одно и другое, мы можем увеличить вероятность инфекций бронхита, воспаления легких и так далее. Это очевидный факт. Поэтому мы удаляем аденоиды тогда, когда есть на это конкретные показания. Какие это показания? Показания первое и очень важное. Это болезни уха. Дело в том, что аденоидная ткань находится там же, в том же месте, где находится слуховая труба. Это труба, вентилирующая ухо, труба между полостью уха и носом. И когда аденоиды увеличиваются, отек возникает в ткани, то они часто пережимают, передавливают слуховую трубу. И это приводит к частым акитам, раз, и к нарушению слуха, два. Если слух нарушается, если акиты 3-4 и больше раза в год, если они постоянно нуждаются в использовании антибиотиков, то это прямые показания к удалению аденоидов. Это понятно? Замечательно. Если ребенок хорошо слышит, слышит хорошо, но носом вообще не дышит. Если он ночью дышит только ртом. Если он храпит. Если у него, а это очень часто связано с аденоидом, возникают ночью остановки дыхания. Когда он сопит, сопит раз, не дышит 30 секунд. Это прямые показания удалять аденоиды. Еще один момент. Но вот обратите внимание. Ведь что для нас важно? Почему вообще говорим о затрудненном носовом дыхании? Что главное в аденоидах? Они мешают носу выполнять свои функции. То есть в легкие попадает неочищенный, сухой, неувлажненный воздух. Когда это особо опасно? Это особо опасно тогда, когда есть болезни легких. Если у ребенка бронхиальная астма, хронический бронхит, повторяющиеся воспаления легких, а он еще и не может дышать носом, то это тоже прямое показание удалять аденоиды. И если ему 2 годика или 4 годика, но он не слышит, или у него проблемы с легкими, мы все равно не можем ждать, пока он подрастет. Понятно, что у нас есть риск повторной операции. Но еще раз на это обращаю внимание. Если вы ждете, ждете, надеясь на то, что пусть он не послышит еще годик, а мы потом удалим, будет самое время, это принципиально неверно. Если сейчас, сегодня есть показания к удалению, проблемы с ушами, проблемы с легкими, проблемы с дыханием и сном, что мы делаем? Удаляем. Все. Еще вопросы? Да. В силу вышесказанного, что если есть предписания, мы удаляем аденоиды. Если через какое-то время по возрасту они вырастают назаново, нужно ли ждать, пока действительно опять появятся какие-то причины для удаления, или лучше, зная историю, удаляем? Если они у вас подросли, но показания к удалению еще не возникли, давайте все-таки думать о другом. Не о том, когда их удалять, а о самом главном. От чего это они у нас растут? От чего они у нас... Вот это ведь... Вы не захотели бы мне задавать этот вопрос? Вас больше волнует вопрос, когда мне уже удалить их еще раз, да? Вот если у вашего ребенка после удаления аденоидов они выросли опять, это значит, что вы стандартный наш человек, для которого хождение по граблям – это наше все. Наше все. Потому что найти хорошего лора – это все могут, да? А хорошего тренера по бегу, например, понимаете? Или там по свежему воздуху тренера, которым должен работать папа, да? То есть вот такого найти сложно. От чего аденоиды? От того, что у вас повторяющиеся вирусные инфекции. От того, что сухой и теплый воздух. Вот это главные причины, да? Что надо для того, чтобы это не возникло? Параметры воздуха, физические нагрузки, закаливание. Но если мы удалили аденоиды, то теоретически это для нас наука. Если мы этой науке не подвластны, значит, будем удалять еще. Родим еще одного ребенка. И ему два раза. У нас опыт. У нас знакомый лор. Мы протоптали дорогу. Мы знаем, кому нести подарки. Замечательно. Мы решили проблемы аденоидов. Понимаете? Да. Расскажите, пожалуйста, если возникают аденоиды, то это виноваты родители? Ну, это комплекс вин. Конечно, это и индивидуальные особенности. Конечно, есть дети, у которых не реагирует лимфоидная ткань. Это их генетика, их особенности. Но, тем не менее, львиная доля проблем всегда связана с мамой и папой. Да. Поэтому всегда думайте о том, что вы сделали не так. А, как правило, вы всегда можете сделать так, как надо. Это климатическая техника и свежий воздух вам в помощь. Ну, и физические нагрузки. Правильные выводы сделали. Мы еще много будем говорить о заложенном носе. Итак, друзья, пришло время нашей замечательной рубрики «Аптека». Это наша любимая рубрика «Как жить без лекарств». Да? Итак, вот вопрос. Дайте нам что-нибудь успокоительное. Или мы плохо спим. Дайте что-нибудь снотворное. Ну, вот я не могу представить, чтобы за день приема педиатра он не прозвучал раз в 5-6. Вот каждая женщина, по большому счету, мечтает о том, чтобы ее ребенок был поспокойнее и что он лучше спал, если честно. И она, конечно, уверена в том, что помочь ей обязательно должен доктор. Я вам честно скажу, когда ты пытаешься найти вот эту тему. Успокоительные для детей или снотворные для детей. Не начинаешь рыться в каких-то вот западных и вообще импортных монографиях. Такое впечатление, что у них все дети самые спокойные и спят. Потому что они вообще таких слов не знают. Вот вообще. Вот они считают, да, бывают серьезные проблемы, серьезные психиатрические заболевания. Они лечатся очень серьезными лекарствами. Ну, всякими там нейролептиками, транквилизаторами и так далее. То есть, когда приходите вы к доктору, доктор много раз говорит с вами, выписывает кучу рецептов. Но чтобы человек зашел в аптеку и сказал, дайте моему ребенку что-нибудь снотворное, такого представить не может никто. Почему так? Я смотрю, у вас тоже есть вопросы. Давайте начнем. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, допустимо ли вообще для ребенка когда-либо принимать снотворное или успокоительное без рецепта врача? Если у ребенка нет тяжелой психиатрической патологии, недопустимо без рецепта. Но просто дело в том, что у нас есть куча препаратов, которые принимаются именно без рецепта. И они разрешены официально приниматься без рецепта. Давайте еще раз, ребят, расставим точки над их. Я гарантирую вам всем, что в абсолютном большинстве случаев, когда вы считаете, что вашему ребенку нужны снотворные средства, вы ошибаетесь. Вы все пытаетесь перевернуть с ног на голову. Потому что, как правило, когда нормальный ребенок, нормальный, без тяжелых болезней, не может спать, не хочет спать или плохо спит, то виноват не ребенок, а тот, кто организует образ жизни этого ребенка. Я не могу себе представить ребенка, который целый день прыгает и скачет, выпрашивает еду, перед сном гуляет с папой на свежем воздухе, а потом приходит домой и еще и полночи не хочет спать. Но, как правило, все-таки, если ребенок целый день сидит, а за ним бегает кто-то с ложкой, когда он пялится полдня в смартфон, а вторую половину дня в компьютер с телевизором, то к ночи он хочет обо всем этом поговорить. А вам очень хочется дать ему таблетку, чтобы он оставил вас в покое. И вы идете к врачам. И вот врач должен вам сказать, мама, папа, вы плохие, вы неправильные родители, вам надо уйти от меня, вам надо пойти к тренеру, вам надо решить вопрос спорта, вам надо подумать, где вы будете гулять, вам надо купить велосипед, к велосипеду в нагрузку, шлем, наколенники и все остальное, и вместе путешествовать. То есть вы приходите к врачу и говорите, помоги. А врач в переводе на русский говорит, сам дурак. Вы ему говорите, помоги. Он говорит, сам дурак. И что вы тогда делаете? Вот эта проблема, она стоит перед каждым человеком. Либо согласиться с врачом, либо найти другого врача. Согласиться с врачом сложно. Это значит признать, что я плохая мать или мой муж плохой отец. И вы идете куда? К другому врачу. И он говорит, конечно, 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 вот тебе, вот тебе валерьяночка, вот мята, пустырник и даже пассифлора. И когда вы слышите слово мята с пассифлорой, вы начинаете понимать, вы не зря пришли к этой доброй женщине. Она вошла в ваше положение. Она не заставляет вас, как сумасшедшую, носиться полдня по улице с ребенком. Нет. Вы можете продолжать смотреть ваши любимые сериалы. Вы можете не выходить с кухни. Вы можете делать все, что хотите, читать книжки и так далее. А ребенок, ну вот он такой и родился. Ему надо каждый вечер дать мяту, валерьяночку и немножечко пустырника. И все будет прекрасно. Друзья мои, всегда, всегда, когда вы покупаете в аптеке безрецептурное снотворное или безрецептурное успокоительное, это снотворное для вас и успокоительное для вашей совести. И я хочу, чтобы вы ушли из аптеки без этих лекарств. Договорились? Вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, нам прописал врач успокоительную, ну, валерьянку, когда у ребенка была ветрянка. Он говорил, что это нужно для успокоения. Я ее не покупала и не давала, но нужно ли в таком случае давать? Тем не менее, я хочу вам сказать, что при ветрянке, например, считается, то есть теоретически успокоительные средства, сильные, они действительно способны снижать, уменьшать зуд. Ну, например, ряд антигистаминных препаратов, антигистаминных, противоаллергических, в качестве побочного эффекта имеют снотворный эффект. И они выраженно снимают зуд. И они могут назначаться. И этот антигистаминный препарат врач может обозвать успокоительным и сказать, что он нужен. Тем не менее, при ветрянке есть совершенно стандартные способы, как облегчить состояние. Это правильный душ, это чтобы ребенок не потел, вовремя использовать жаропонижающий, достаточно поить и так далее. То есть это классические способы ухода за ребенком. Понятно, что иногда зуд настолько выражен, что мы вынуждены использовать эффективные, достаточно сильные препараты. Но это не пустырник и не валерьянка. Это намного более серьезные, как правило, рецептурные лекарственные средства. Спасибо. Евгений Олегович, подскажите, пожалуйста, но ведь бывают ситуации, когда ребенок, например, провел очень активно день и перевозбудился, и потом не может уснуть до трех часов ночи со слезами, с истериками. Вроде бы хочет уснуть, но не может. Да, согласен. Как в такой ситуации? Такая ситуация действительно бывает. И тогда рядом с ребенком приходится посидеть, поговорить, почитать ему книжку, но дать ему безопасную таблетку, чтобы он отключился, невозможно. Ну вот вы должны с этим смириться. Просто дать таблетку – это пять секунд, а почитать книжку – это часто пятьдесят минут, да. А нам вот как-то хочется эти пятьдесят минут уделить себе или папе, который вот пришел с работы и орет, потому что голодный. Да, еще вопросы. Да, передавайте. Скажите, пожалуйста, существует такое мнение, что хорошо успокаивает теплое молоко с медом на ночь. Как вы считаете? Я за. Пожалуйста, на здоровье. Я вообще хочу отвадить вас от аптеки. Если вот вы считаете, что вам хорошо теплое молоко с медом на здоровье, это точно не вредно, если у вашего ребенка нет нежелательных реакций на мед. На здоровье. Это очень хорошо. Да, еще один вопрос. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, мне когда-то советовали, советовали, ну, им знакомый выписывал доктор. Такое средство, скажем так, сироп детский, который действует вроде как успокоительное, но я начала читать в интернете, естественно, сначала перед применением инструкцию по этому лекарству. И там в инструкции было написано, что оно ищет как повышающий иммунитет. Насколько это вообще совместимое понятие? Ну, а там не было написано, что он еще и аппетит повышает. Ну, просто, понимаете, у нас... Было, 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 да. Замечательно. Точно была какая-то биодобавка. Вы понимаете, вот если спросить у нашей женщины, вот у нашей, да, что такое самое лучшее на свете лекарство? Самое лучшее на свете лекарство должно обладать четырьмя эффектами. Успокоительным, снотворным, повышать иммунитет и улучшать аппетит. Это самое лучшее лекарство, о котором мечтает каждая женщина. И я вам скажу, что на самом деле такое лекарство существует. И называется оно, знаете, как? Правильный папа, который может и накормить, и умотать, и повысить иммунитет. Правильный папа. Ищите правильного папа. Они такие бывают, да? Такие папы бывают. Их надо воспитывать. До того, как вы разрешите ему стать отцом вашего ребенка, его надо воспитывать. Над ними надо работать. Работайте, ребята, над мужиками, вместо того, чтобы ходить по аптекам. Итак, друзья, наша любимая рубрика «Планета мам». С нами наш добрый друг Лена из Калифорнии. Леночка, здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Чем вы нас сегодня порадуете, расскажите? Ой, мы с детишками ходили смотреть на собак, бездомных и кошек, которые находятся в приюте. Гуманное общество города нашего, Джексон-Вилля, имеет такой приют. И деткам разрешают туда приходить и читать книжечки для собак и для кошечек. И это развивает, допустим, и самих животных, чтобы они не боялись людей. И развивает деток. Вот у меня, например, девочке очень трудно читать, она стесняется. А когда она сидит рядом с собакой или с кошечкой, все становится гораздо легче. Леночка, я, кажется, что-то подобное встречал в интернете в совершенно издевательском ключе, что эти американцы, чтобы собакам не было скучно, читают им книжки. Ну, это неправда. То есть, теперь я как бы понимаю, что здесь есть некая очень интересная идея, да, что заставить ребенка читать вслух самому себе достаточно сложно. А вот заставить читать рядом с собакой или кошечкой, чтобы ей не было скучно. В этом есть определенное рациональное зерно, пожалуй. Развивает доброту и благотворительность. Для меня, как для мамы, это очень важно, так как я воспитываю своих детей дома. И мы очень большой акцент делаем на то, что не только тебе надо хорошо делать, но и окружающим тоже помогать. Замечательно. Леночек, а я смотрю, вы там только с котами общались, на собачек хочется посмотреть. Ходили, ходили. Нам получилось сходить к собачкам, которые весят более 30 паундов. Это, допустим, делить на 20 килограммах. И собачки там находятся за решетками все в основном. Нам сказали, чтобы дети пальцев в решетке не совали, вот так как с кошечками. Там было все очень чисто. У каждой собачки есть своя кровать. И две комнаты, то есть одна комната идет на улицу, а вторая комната находится в помещении. И они могут из одной в другую переходить свободно. На уличных клетках у них установлен фен на каждую собаку, чтобы им не было жарко. Мы же все-таки во Флориде. Там, правда, было много гавканье, потому что постоянно ходят люди, которые ищут себе питомца. И когда вот кто-то проходит через этот коридор, то собачки начинают как-то реагировать. В основном те, которым мы читали, спокойно сидели и слушали. А вот дальше по этому холлу, там, где были другие посетители, можно было слышать, как они гавкают. Еще я вам хотела рассказать, что в таких приютах, не в каждом, вот, например, в городе Джексонвилле такого нет. Но в городе Ричмонде есть. Мы ходили на празднование дня рождения у ребенка, которое происходит именно в приюте. И во время дня рождения выводят к ним собак и кошечек, чтобы дети как-то познакомились и тоже ассоциировались с животными. И при этом день рождения происходит так, по просьбе мамы. В основном все просят не приносить подарки, а приносить что-то для приюта, что-то полезное, что им в данный момент нужно. Леночка, а что вы можете сказать о самом приюте? Как туда попадают животные? Я, в общем-то, удивлен, потому что я знаю, что, в принципе, ведь бездомных животных в Америке практически не бывает, да? По-разному. Некоторые, вот, очень много людей здесь в Америке имеют питомцев. И когда человек, допустим, состарился и переехал в дом престарелых, например, то ведь тут остаются бездомные. Таких, конечно, много. Некоторые, которые на улице находятся, получается, что рождаются новые животные, которых некуда девать. И они вот попадают в этот приют. Есть специальная служба. Допустим, если я увидела бездомное животное на улице, то можно позвонить, и они приедут и переместят вот это животное именно в такой приют. Понятно. Они все вакцинированные. Допустим, если бы мы захотели взять оттуда питомца, это нам будет стоить где-то 125 долларов. К этому еще прибавляется от 30 до 40 за вакцинацию из-за процедуры, которые животные там обязательно проходят. В основном все кастрированные, потому что если они находятся на улице, значит... Они размножаются, да. Они пытаются предотвратить размножение, да. Скажите, Лен, это вот такой интересный вопрос, если не более вы говорите, что там достаточно много людей ходят, смотрят себе домашнего питомца. То есть я понимаю так, что классической системой приобретения зверя в дом является что, зоомагазин, я так понимаю? Есть зоомагазин, но в основном собак люди берут из приюта, именно потому что там их много. Или, может быть, потому что они дешевле там? Или экономический фактор здесь не самый главный? Я думаю, что нет. Если уж кому-то очень хочется породить собаку, то они за нее заплатят более тысячи долларов. И в приют не пойдут. Но, с другой стороны, если хотят собаку именно для питомца, то в основном идут в приют, потому что там они еще и спасают животное. Вопрос. Насколько мне понятно, туда привозят детей вот прям со школами, классами, правильно, да? Это какое-то глобальное действие? Или это просто некоторые школы, которые сотрудничают именно с этим центром? Или есть другие школы, которые с другими центрами? Это как-то образовательно включено в систему? В данный момент оно не очень включено, потому что это сейчас новая программа. То есть это все произошло с нами по моей инициативе. Я зашла на интернет, записалась, и мы туда поехали. Конечно, школы имеют право туда приходить, но там 15 детей записывают на одну среду, допустим. То есть максимум 15 детей. Замечательно. Леночка, спасибо большое, было очень интересно. Ждем встреч с вами. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Это значит, что вы замечательные здравомыслящие родители. А это значит, ровно через неделю мы встретимся с вами в школе доктора Комаровского. Всего доброго. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал «С нами интересно». Спасибо. 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 Спасибо.